Привет! Тема «История философии в Польше» Это первая часть, всего их будет три. Сразу стоит подчеркнуть, что история философии в Польше прослеживается параллельно с эволюцией философии в Европе в целом. Польская философия опиралась на более широкие течения европейской философии и, в свою очередь, способствовала их росту. Некоторые из наиболее значительных польских работ были сделаны в XIII веке философом-схоластом и ученым Виттла, а в XVI веке эрудитом эпохи Возрождения Николаем Коперником. Польша приняла участие в интеллектуальном движении эпохи Просвещения, но все закончилось после раздела Польши в 1772-1795 годах и в целом политического уничтожения, которое продолжалось в течение следующих 123 лет. Период миссионизма, миссионизм – это религиозное учение о грядущем пришествии в мир, миссии, призванного установить справедливость, мир, покой на земле, между ноябрьским восстанием 1830 года и январским восстанием 1863 года, отражал европейские романтические и идеалистические тенденции, а также стремление поляков к политическому возрождению. Это был период максималистских метафизических систем. Подавление январского восстания 1863 года привело к мучительной переоценке ситуации в Польше. Поляки отказались от своей прежней практики измерять свои ресурсы по своим устремлениям и принялись за тяжелую работу и учебу. Позитивистом писал друг писателя Болеслава Пруса Юлиан Ахарович. Был любой, кто основывал свое утверждение на поддающейся проверке доказательствах, кто не высказывался категорично о сомнительных вещах и вообще не говорил о тех вещах, которые недоступны. 20 век принес новое оживление польской философии. Интерес к западным философским течениям возрос. Польские философы, прошедшие тщательную подготовку, внесли значительный вклад в специализированные области психологии, истории философии, теорию познания и особенно математическую логику. Ян Лукасевич получил мировую известность благодаря своей концепции, многозначной логике, польской нотации, польской записи. После Второй мировой войны на протяжении более четырех десятилетий польские философы, историки, философии мирового уровня, такие как Владислав Татаркевич, продолжали свою работу, часто сталкиваясь с трудностями, вызванными доминированием философии, которая была политически навязанной, официальной. Феноменолог Роман Витальд Ингарден провел значительную работу в области эстетики и метафизики в стиле Эдмунда Гуссерля. Его учеником был король Юзеф Файтыла, который стал папой Иоанном Павлом II. Можно сказать, что официальная история философии в Польше началась в 15 веке, после возрождения Краковского университета королем Владиславом II Ягелу в 1400 году. Однако истинные истоки польской философии восходят к 13 веку и Витала, который провел часть своей жизни в Италии в центрах высочайшей интеллектуальной культуры. Помимо того, что он был философом, он был ученым, специализирующимся в области оптики. Его знаменитый трактат «Перспектива», основанный на арабской книге Аль-Хазена «Оптика», был уникальным в латинской литературе и, в свою очередь, послужил источником вдохновения для лучшей работы Роджера Бекона. Кроме того, «Перспектива» Витала внесла важный вклад в психологию. Она утверждала, что зрение само по себе воспринимает только цвета и свет, в то время как все остальное, особенно расстояние и размер объектов, устанавливается посредством ассоциаций и бессознательной дедукции. Концепция бытия Витала была редкостью для Средневековья. Она была неоплатонической. Это была концепция манации, которая считала излучение главной характеристикой бытия и переписывала излучение природу света. Эта метафизика света склонила Витала к оптическим исследованиям или, возможно, наоборот, его оптические исследования привели к его метафизике. По словам польского историка философии Владислава Татаркевича, ни один польский философ не пользовался таким авторитетом в Европе, как Витала, который принадлежал к предыстории польской философии. С начала XV века польская философия, центром которой был Краковский университет, развивалась обычным образом. Больше не было выдающихся мыслителей, таких как Витала, но зато были представители всех направлений зрелой схоластики. В физике, логике и этике преобладал номинализм под влиянием французского схоласта Жана Буридана, который был выразителем взгляда Уильяма Оккома. Буридан сформулировал теорию импульса, силы, которые составляют тело, однажды приведенное в движение, продолжать двигаться. Его теория импульса была знаменательна тем, что она также объясняла движение небесных тел, не прибегая к помощи духов, которым перепатетики последователей Аристотеля приписывали эти движения. Общей чертой схоласта в Польше была склонность к компромиссам. Во второй половине XV века стала доминировать старая схоластика. В этот период томизм имел свой главный центр в Кельне, откуда он оказал влияние на Краков. Кельн сохранял мировоззрение Альберта Великого, и таким образом философы сформировали два направления, включавши томизм и учение Альберта Великого. Томисты проявляли черты неоплатонизма, характерные для Альберта утверждая эманацию, иерархию бытия и метафизику света. Главными сторонниками томизма были Ян Глаговчик и Михаил Бресловский. Почти в то же время в Польше появился скотизм. Скотизм в направлении средневековой схоластики, восходящее к учению Иоанна Дунса Скотта. Альтернативное томизм. Когда на рубеже XVI века номинализм возродился в Западной Европе, в частности благодаря Жаку Лефевру, он вскоре вновь появился в Кракове и снова начал одерживать верх над томизмом и скотизмом. Польша проявила себя как отдельный философский центр только на рубеже XV века, в то время, когда творческий период схоластической философии уже миновал. На протяжении всего XV века Польша питала все течения схоластики. С приходом гуманизма в Польше схоластика стала более распространенной, чем в других странах. Действительно, схоластика сохранилась в XVI и XVII веках и даже частично в XVIII в университетах и не только. Конечно, в XVI веке с приходом эпохи Возрождения схоластика пришла в относительный упадок, но во время контрреформации XVII века и даже в начале XVIII века схоластика снова стала главной философией Польши. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дух гуманизма, охвативший Польшу к середине XV века, был не слишком философским. Скорее, он стимулировал лингвистические исследования, политическую мысль и научные изыскания. Но они проявляли философские отношения, отличные от того, что было в предыдущий период. Эмпирические и естественные науки процветали в XV веке наряду со спекулятивной философией. Самым ярким представителем возрождения в Польше был Николай Коперник. Он был не только ученым, но и философом. Коперник наиболее известен как автор гелеоцентрической системы мира, положившей начало первой научной революции. По словам Владислава Татаркевича, он, возможно, был величайшим, во всяком случае, самым известным философом в Польше. Вдохновение для своего кардинального открытия он черпал из философии. Через Марсилио Фичино он познакомился с философией Платона и Пифагора. А из трудов Цицерона и Плутарха он узнал о древних, которые выступали за движение Земли. Возможно, на Коперника также оказала влияние краковская философия. Во время учебы в Кракове он изучал физику, основанную на термине импульс. Его собственное мышление основывалось на философских соображениях. Он пришел к гелеоцентрическому тезису, гелеоцентризму так. Не наблюдение, а открытие логического противоречия в системе Птолемея послужило ему отправной точкой, которая привела к новой астрономии. Теория Коперника изменила представление человека о строении Вселенной и таким образом приобрела далеко идущее философское значение. Коперник был вовлечен не только в естественные науки, и натурфилософию, но и философию человека. В начале XVI века Платон, ставший образцом для философии в Италии, особенно во Флоренции, времен Медичи, был в некотором роде представлен в Польше Адамом Изловичем, автором книги «Беседы о бессмертии». Однако, в целом, Польша оставалась аристотелевская. Аристотелизм преобладал. Себастьян Петрицы в теории познания делал упор на эксперименты индукции, а в психологии на чувства и воли, в то время как в политике он проповедовал демократические идеи. Главной особенностью Петрицы было то, что он связывал философскую теорию с условиями практической национальной жизни. В 1601-1618 годах, в период, когда переводы на современные языки все еще были редкостью, он выполнил переводы трудов Аристотеля на польский язык. Еще одно течение эпохи Возрождения, новый стоицизм, был представлен Польше польским гуманистом Якубом Горским, автором знаменитой диалектики и многих работ по грамматике, риторике, теологии и социологии. Он склонялся к эклектизму, пытаясь примирить стойков с Аристотелем. Более поздним представителем стоицизма в Польше был Адам Бурский, смело провозглашавший стоический сенсуализм и эмпиризм, и до Фрэнсиса Бэкона, призывавший к использованию индуктивного метода. Звездой среди плеяды прогрессивных политических философов эпохи польского Возрождения был Анджей Фрич Маджевский, который выступал за равенство всех перед законом, подотчетность монарха и правительства перед нацией и социальную помощь слабым и обездоленным. Другим известным политическим мыслителем был Лаврентий Гаслицкий. Наиболее известный в Польше и за рубежом благодаря своей книге – «Совершенный сенатор». В ней излагалась точка зрения, из-за которой книга долгое время была запрещена в Англии как подрывающая монархию, что правитель может законно править только согласие народа. Гаслицкий был человеком дела, за что его высоко ценили современники. Он принимал активное участие во многих реформах, также был убежденным сторонником религиозной толерантности в Польше. После первых десятилетий XVII века войны, нашествия и внутренние раздоры, охватившие речь Посполитую, привели к упадку философии. Если в последующий период и существовала независимая философская мысль, то только среди религиозных десентеров, в частности польских ориан, предшественников британских и американских унитарио-эдеистов, которые занимали видное место в интеллектуальных и политических течениях XVII, XVII и XIX веков. Польские десентеры создали оригинальную этическую теорию, радикально осуждающую зло и насилие. Центры интеллектуальной жизни, подобные центру в Лешно, принимали известных мыслителей, таких как чешский педагог-гуманист Яна Москаменский и европейский врач и естествоиспытатель Джон Джонстон. Джонстон был наставником и врачом семьи Лещинских, поклонником Бекона, экспериментальных знаний, автором книги «Постоянство природы», опубликованной в Амстердаме в 1632 году, чей геометрический метод и натуралистическая, почти пантеистическая концепция мира, возможно, повлияли на Бенедикта Спиноза. В 1689 году Казимир Лыщинский, философ и общественный деятель, автор трактата о несуществовании Бога, был обвинен в атеизме и по приговору суда оказнен самым жестоким образом. Его судебный процесс подвергался критике и рассматривался как случай узаконенного религиозного убийства в Польше. Рукопись трактата была сожжена. На сегодняшний день известно лишь пять небольших фрагментов, обнаруженных в 1957 году польским философом и историком атеизма Анджеем Новицким. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok